Привет, зрители! Обзор MIUI 12, она в мае, в середине мая вышла, китайская, но я не вижу разницы, китайская, глобальная, что там, лишь бы сделать перевод, это не так долго, но видно, это же оболочка выключается. Так, я запись-то выключил, а, да, запись идёт. Чтобы экран ещё смотреть, это лаунчер и сама прошивка. Я-то думал, что это просто лаунчер, оболочка поверх прошивки, но она тесно интегрирована с прошивкой, как я понял, 9, 10 Android, в основном 10. То есть, это просто ROM 10 Android и лаунчер сверху. Это вот и называется MIUI. Я бы хотел, чтобы мой ROM и сверху я лаунчер накатил MIUI 12 и было бы круто. Ну, такое я не вижу, это невозможно. Поэтому, видно, и есть подготовка китайской версии и глобальной. Я посмотрел уже. Это вот китайская для Redmi 7. Такое всё крупное, может быть, потому что разрешение какое-то не то. Я даже менять не хочу. Я примерно уже понял, что как здесь состоит. Сам ROM, он... Ну, прошивка очень огромная. Почему-то много места занимает. Но ничего такого здоровского я здесь не вижу. Все эти аккаунты MIUI я не использую. Мне это не нужно. Ну, тут какая-то реклама. Обои, обоечки прикольные, красивые. Все зашибись, но они постоянно лезут с этим аккаунтом. Сейчас мы посмотрим все поподробнее. Вот что-то батарейки. Не знаю, где батарейки закончились. Большие. Айти лень в далекую ленту. Теперь не хожу и никуда. Не знаю, где-то батарейку взять. Может... А, ВИТО купить. Мелкие есть, а большие нету. Вот, поставил я. Это китайская, в общем. Китайская для Redby какого-то. Поставил я на планшет. Mi Pad 4. Нормально она поставилась. Ну, можно сразу вывод сказать, кому лень смотреть. Если как лаунчер, ну, все отлично, да, все прекрасно. Пятерочка. А как вот эта связка, ROM. Какой-то огромный ROM с кучей хлама. Который, ну, мне не нужен. Мне это вот все не нужно. Вот сама оболочечка, менюшка вот сверху. Все отлично. Ну, как это разделить, я не знаю. Я не могу. То есть, вот эта связка вместе, ROM и вот эта MIUI. Ну, как бы она и MIUI, и все вместе, мне не нравится. То, что придумали, они все отлично, все круто. Но мне не надо вот эти добавки, не нужны. Вот и весь вывод, в общем. Так-то действительно все в Ютьюбе проорали. Супер, прошивка, умыли Apple. Да нормально, зашибись. Ну, что это такое? Вот сейчас его покажу так. Вот сверху менюшка выскакивает. Крупная, отлично, супер, крупная. Обычно мелкая, пятерка, вот все, пятерка. Здесь настроить можно. Яркость. Так. Я чуть не понял. А, вот. Прикольно. Шевелишь, в это время исчезает. Отлично, отлично сделано. Кнопочки работают. Скриншот работает. Поворот у меня не работает. Ну и пофиг. Одновременно Wi-Fi, точка доступа не работает. А, так что сделал, блин. Вышел, ладно. Так, теперь, чтобы расширить, нужно пальцем вниз. Вот. Батареи к экономе ездят, надписи, чтобы видно, отлично сделано. Записи я не вижу экрана, херово. Вот есть скриншот, записи нету. Я не мог понять, как вот надо не вниз, да, вниз. Вниз, не вверх, а вниз пошевелить. Тогда он раскроется. Ну ладно, в общем. Хорошо. Вверху бы я только сделал, чтобы, может быть, это и скрывать вот этот маленький значок батарейки. Нафиг не нужно. Погоду он показывает. Мое место, где все нашел. Так, посмотрим. Погода, галерея. Темы. Галерея. А. Так. Темы. Вот, требует регистрацию телефона и 86 Китай. Ну, вообще неудобно. Тут даже нельзя поменять. Вот я сейчас запишу. Плюс семь. Девятьсот двадцать один. Пятьсот пятьдесят пять. Пятьсот три. Пятьсот пятьдесят пять. Не, он даже не дает. Так. Так. Девушка, что-то... Что-то... А, он зашел. Вот. Не понимаю. Девушка. Какие-то можно, по-моему, или скачать. А, нет, не дает. Ладно. Да выходи из тем. Вот. GetApps программки. Поскачивать. Свой. У них какой-то видный магазин. Безопасность. Ну, вот. Ютюба там нету. Ну, можно без входа скачать. Как я понял. Например. Вот этот вот. Тик-ток. Инсталл. Жму. И он качает. Зашибись. Хорошо сделали. Не надо входить. Так. Ладно. Безопасность. Ну, и, блин. Так. Да, е-мое. Я что, нажал, что ли, что-то? Да как это я... Я пытаюсь вниз перемотать. А, во. Антивирус, что ли, устроили? Security. Посмотрим, что сделает. Главное, что батарейка у меня не села в этом диктофоне. Быстро батарейка там садится. Что там, YouTube какой-то был? Там, типа, что-то про YouTube. А, блин, этим. Карту память еще проверял. Ну, ладно. В общем-то, е-м. Как он? Я же пытаюсь свернуть. Ох, е-м, ба-сука. Ай. Так, это тут программки. Ну, мне не актуально. Этот диктофон. Меал какой-то. Звонилка. Этот SMS. Вот TikTok. Это скачался. Alipay. Файл-менеджер. Так, проводничок. Можно посмотреть. Что за проводник? Да е-м, я же пытаюсь в сторону перейти. Как-то странно он реагирует. Коряло, не сразу. Ну, вроде ничего. Ну, что-то мне не нравится. Этот проводник. Так, если я не нашел меню приложений, если внизу, я дергаю, выскакивает какая-то панель. Какой-то новостей, какой-то хлам. Я думал, в меню выскочит приложение, его нет. Так, ну, если вот я влево ухожу опять, какая-то история моих действий, что-то выскакивает. Так, ну, и почти что все. О стройке посмотрим только быстренько. Тут ничего особого я не вижу. Эта тема безопасность. А, кстати, встроенная васблокировка по лицу, хотя датчиков нету в планшете. Он рожицу просто там типа фоткает и работает. Это прикольная штука, даже без датчиков. Так, в общем, всякий хлам от Xiaomi. Я не буду даже заходить. Все более-менее стандартно. Вот. Про устройство. MIUI 12-24-27. Устройство это неправильно он пишет. Память. Это правильно. Здесь вот так переливается память. Прикольно. Вода переливается. Молодцы. Камер у меня нету. Мемовер какое-то перемещение, чего-то там. Так. Ну, в общем-то, все. Там безопасность. Есть какие-то две программы. Плавающее окошечко можно вызывать. По-моему, как-то сверху. Так. О, нет. Не получается. Где-то здесь оно. Ну, вот. Вот оно плавает. Так. Размер. Да, как... Оно в угол, что ли, впихается? А... А как... О! Прикольно. И свернул. Так. Так, в общем, долго они делали. Горло все время першит. Не знаю, что молоко пил. Что-то не помогает. Вот. Долго они делали. Куча вот как вот хлам. По мне. Сам сами вот эти функции безопасности. Отлично. Пятерочка. Менюшка сверху. Как лаунчер. Но вполне стандартный. Обои нормальные. То есть я вижу смысл только в виде лаунчера. Да, что-то отличаешься. В виде лаунчера. В виде ром и лаунчера. Ну, из рома надо выкидывать вот весь этот хламище. Что это? Даже международный. Ну, там какой-то тоже будет хлам. То есть так неоднозначно. Если вот эти... Взять отдельно добавки. Ну, как я сказал уже в начале. То все отлично. Все такое крупненькое. Удобно смотреть. Тут такого революционного я не увидел. Там типа земля шевелится там, где ты находишься. Ну, мне как бы пофиг на эти картинки земли. Мне как... Что мне нравится? Когда мало... Ничего пустая. Мало места занимает. Оболочка шустрая. Самое необходимое. Может быть, есть нормальный проводник-браузер. Какие-нибудь небольшие. Может быть, гугл-камеру поставить. Но она нифига не ставится на самом деле сюда. Почему-то... Что еще? Ну и стабильность. Как бы, чтобы не влетали. Сама прошивка. Программа не зависала. Вот и все. А это вот то, что стоит. Ну, естественно, я сотру. Ну, просто прошивка вот сама. Ну, она ужасна. Просто какой-то ужас. Как мусор какого-то навалили. Она занимает еще 2... Больше 2 гигабайт. Обычно прошивка. 600, ну, 900 мегабайт. Где-то. Ну, может быть, с этими... С маркетом гигабайт. Так. Ну, в основном все я рассмотрел. Что заметил. Может быть, какие-то еще там функции есть. Но неинтересно. Дальше смотреть. И вообще, сама политика там... Вот это вот устройство на Mi-10, Mi-9 появляется. Китайская, глобальная. Да выпустили в один бы день стабильную. И все. И не можно было это сделать по-нормальному. Без мусора. Облегченную. И в виде лаунчера. Для тех, кому этот ром не нужен. И чтобы на других. Если они хотят... Так. Если они хотят долю захватить большую. Так надо сделать, чтобы на любви. Чтобы на Asus. Ну, там, на Asus. Мало распространен. Самсунг там... Чтобы на Самсунг можно было снести этот оболочку ихнюю. Поставить MIUI. Лаунчер. И все. И сразу такая аудитория огромная. Ну, где этот лаунчер MIUI? Он есть, что ли? И все. И сразу миллионы. Вот это распространение. А что на свои-то устройства ставить? Он и так там стоит. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Кстати, десятый у меня стоял на планшете. Нормальная оболочка. Вполне. Вот без мусора. Вот этого, кстати, была. Более прикольная. Так, ну все. Не буду больше затягивать. Ничего особо. Тут смысла нет. Больше обсуждать. Всем пока. Сами уже. Хотите ставьте. Хотите нет. Уже как охота. Как захочется. Я пока не вижу смысла. Нестабильная, нестабильная. Без разницы. Я просто лаунчер маленький поставлю. И нормально. И так. Ну, может менюшку вот эту сверху сделают. В этом менюшку выскакивает здорово. Может какой-то мод там сделают. Я тоже качну поставлю. На это все. До свидания. Всего хорошего. Подписывайтесь. Ставьте уведомления. Это был обзор. Супер революционной. Оболочки прошивки от Xiaomi MIUI 12. Ну, это я шучу. Обычная прошивка. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok